В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Намеченная на 15 октября сессия Одесского горсовета будет отложена на две недели. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии заявил одесский городской голова Геннадий Труханов. По его словам, в связи с приближением парламентских выборов, сессия может превратиться в политическое шоу, что вовсе не отвечает интересам города. Поэтому депутаты горсовета соберутся сразу после выборов 29 октября. Круг снял свою кандидатуру с выборов из-за политического заказа. Кандидат в народные депутаты по 133 округу Вячеслав Круг отказался от участия в предвыборной гонке. По словам политика, в связи с судебным разбирательством у него не остается времени для проведения предвыборной кампании и встреч с избирателями, что является основной причиной его снятия. Напомним, 29 сентября, на седьмой день после того, как Вячеслав Круг зарегистрировался кандидатом в народные депутаты, в Дум ворвались представители правоохранительных органов в масках и с автоматами. Напугав спящих детей, их у политика пятеро, а также супругу, его в наручниках увезли в столицу. Позже Круг был выпущен под залог. Одесские правоохранители проверяют факт подкупа участников предвыборного митинга оппозиционного блока, который прошел 9 октября около здания Одесской облгосадминистрации. По проверяющимся гору правления МВД данным, оплата за участие в мероприятии составляла 100 гривен. Согласно закону, такой подкуп карается штрафом или ограничением свободы сроком до двух лет. Стоит отметить, что в митинге оппозиционного блока приняло участие около 500 одесситов. Народную иллюстрацию необходимо продолжить. Такое мнение выразил на пресс-конференции политолог Геннадий Чижов. Он квалифицирует действия радикальных сил как вынужденную самозащиту. Политолог считает, что отсутствие реформ и рост коррупции просто обязывает ультраправых продолжать традицию, альфа-теризации. Лучше вот так, чем не очищая власть вообще. Ну, конечно, я как эксперт не должен такие вещи становиться на эту сторону. Я, как юрист, тоже не совсем приветствую эти вещи. Но получается, что это революционная все-таки необходимость. И нарастание этого процесса неизбежно в период выборов. Он также высказал уверенность в том, что активисты не будут привлечены к ответственности за нападение на чиновников. Выносливость, командная работа и оказание первой помощи. Всему этому учили студенты-первокурсники медицинского университета. На оздоровительной базе медик для них прошли спортивно-медицинские соревнования. Подробности знает наш корреспондент. Наша команда! Мед-бат! Наш девятник! У нас крови, адреналин и наш отряд непобедим! Такие игры для студентов-медиков проводятся уже 13-й год. Кроме спортивной составляющей, конкурсы обучают первокурсников ориентироваться в экстремальных ситуациях. Сейчас мы отрабатываем прием-крикотаж, который применяется при чрезвычайных ситуациях. Студенты должны как можно быстрее эвакуировать больных и распределить их по степеням тяжести их ранений. Условно будем считать, что у нас здесь кого-то течет. На сегодняшний день у нас в стране происходят такие события, что это достаточно важно. Мы хотим обучить своих студентов в любой ситуации, быть готовым ко всему, пытаться помочь ближнему своему в любой ситуации. Всего в играх в спортивный госпиталь приняло участие 121-курсников со всех факультетов. Они объединились в 8 команд. Ребята проходили полосу препятствий, переносили раненых и играли в страйкбол. Несмотря на то, что погода сегодня не особо радует, у ребят очень хорошее настроение. Они с самого утра танцуют, веселятся, еще подбадривают страйкбол всех очень сильно. Они все безумными глазами смотрят и спрашивают, когда, когда. И не знаю, первый раз у меня просто уже не первый раз в игре техники, первый раз настолько. Первый курс они впервые, но они настолько рвутся все познавать, все делать. Ощущения просто отличные. Конкурс шикарный. В яме, конечно, копаться не очень, но таких ощущений я еще никогда не испытывал. Держишь? Да, держусь. Для конкурсов необходима хорошая физическая подготовка. Несмотря на это, организаторы говорят, что девочек приходит больше. Они и стреляют, и проходят по канату, и ползают по пластунски. На самом деле это кажется сложным, но если попробовать, то ничего сложного в этом нет. Наоборот, очень интересно, и это очень увлекает за собой, и хочется проходить все больше и больше. Вот я проходила второй раз, и намного интереснее, чем даже в первый. Инициаторами игр «Спортивный лагерь» выступило студенческое самоуправление университета. Раньше эти соревнования назывались «Щит отчизны». Мы поменяли 50% конкурсов, то есть я и мои друзья, эготехники, мы сидели, придумывали конкурсы, также полосу препятствий, этот конкурс, страйкбол мы тоже вели, тоже мы, как бы, это впервые в этом году. Администрация университета поддерживает мероприятие и видит в нем больше, чем просто досуг для студентов. Они учатся оказывать взаимопомощь, самопомощь, и, ну, в общем, опыт военных действий вот сейчас уже говорит о том, что те из добровольцев, которые вот играли вот в эти игры, более защищены, и смертность среди них намного ниже, чем у тех, кто еще, в общем, не держал, не играл даже в такие игры. На этом пока все. Улыбнитесь, пусть день тоже улыбается вам.